Вернуть в былую жизнерадостность и стать таким, как прежде, уверяют врачи. А каждый пациентам уже вряд ли удастся. Что должны знать молодые люди, чтобы не пойти по печальному пути героев, показанных видеоматериалов? Как отказаться от того манящего, неизведанного, что нередко предлагают друзья и незнакомцы? Как уберечь подрастающее поколение от пагубных пристрастий и в первую очередь от наркотиков? Над ответами на эти и многие другие вопросы не первый год бьются медики, педагоги и стражи порядка. Как показывает практика, наиболее эффективным способом привлечь внимание молодежи являются не уроки и лекции, где надо зубрить полученные знания, а интересная экскурсия с использованием наглядных пособий. Правительством Москвы было принято решение о создании уникальной в единственной стране московской молодежной антинаркотической площадки. Это информационно-познавательный и воспитательный центр с зонами для проведения практических занятий, лекций, семинаров, где мы, погружая наших молодых сограждан, как говорится, в атмосферу, рассказываем о тех социальных, правовых и медицинских последствиях употребления наркотических средств, о которых они не знают или не догадываются. Итак, ребята, мы с вами находимся на улицах города Москвы. Проходим по улицам Моросейка. Идем на улицу Петровка, 38, где находится главное управление МВД России по городу Москве. И я вас попрошу встать вокруг интерактивного пола. Безусловно, можно пойти по наиболее легкому пути, отправить ребят в самостоятельное плавание, изучать экспонаты. Однако ВЕС имеет именно возможность не только рассказать о вреде наркотиков, но и показать, что происходит с человеком, который поддался соблазну, попробовать, как ему говорили, все радости жизни. Результат очевиден. Но, увы, далеко не для всех. Кто не смог настоять на своем, сказать твердое «нет», чаще всего приобретает билет в один конец. Это ночной клуб. Единственное, я хотела бы вас предостеречь. Хочу, чтобы в вашей жизни никогда не было того пути, по которому прошли наши герои. Внимательно, пожалуйста, послушайте меня. Молодая девушка, молодой парень. Также пришли отдохнуть, потанцевать. К ним подходит другой молодой человек. И как бы, между прочим, говорит, хочешь? У меня есть. Попробуй. Причем совершенно бесплатно. Как вы считаете, для чего он это делает? Совершенно верно. Подсадить на систематическое употребление наркотических средств. Именно получив такое предложение, мы с вами должны сказать твердое «нет». Потому что мы с вами обладаем сильной волей, сильный характер. Мы с вами находимся в подъезде обычного жилого дома. Перед нами молодой человек. Совсем недавно мы видели его где-то. Где мы с нами? В ночном клубе. В ночном клубе в Малибу, совершенно верно. И он не смог сказать твердое «нет». Может быть, прошел месяц, может быть, два, может быть, две недели, а может быть, меньше. Он подсел на систематическое употребление наркотических средств. Самый лучший урок – заглянуть в будущее людей, выбравших неверную дорогу. Конечно, можно учиться на своем опыте, но он окажется слишком болезненным. Идеологи московской молодежной антинаркотической площадки нашли возможность перенести ребят за кулисы мнимой, веселой и беззаботной жизни таких же столичных подростков. Современные технологии позволяют сделать эти картины еще более реалистичными, так сказать, без купюр и ретуши. «Мы выбираем жизнь», – говорят по окончании экскурсии все посетители антинаркотической площадки. И есть уверенность, что для молодых людей это не просто слова. Артур Махцемиха, Каракелян. Итоги недели. Пойдите, пожалуйста, в конференц.